Другое устройство, которое у нас есть, называется светлица БЛАГА. Их несколько разных видов. Например, здесь у нас три, на самом деле их пять. Они, скажем, отличаются номиналом или масштабом взаимодействия со временем. Они соответствуют в уровне трансформации, со временем высasz��. Значит так же вот, во время масштаба. У否 рано — масштаба, а масштабу. Да, масштаба «Помагастбе». Масштаба. Масштаба, масштаба. Какие масштабы? И разместить на прибавление. Скажи еще раз. Масштаб. Масштаб международения со временем. Ну, сейчас немножко я проясню. Несколько слов. Потому что... Почему мы говорим про время здесь? Как связано благо и время? Ну, благо, это не обязательно что-то материальное. Ну, например, хорошее отношение с людьми. Это тоже благо, да? Да. Или вот, например, у нас есть пользователи наших устройств. Да. Которым врачи поставили диагноз, что у них никогда не будет детей. А потом они начали пользоваться такими устройствами. И у них родилась сначала двойня. А потом еще. Ну, это благо или нет? Ну, это благо или нет? Да. Ну, и вроде даже какое-то материальное, вообще-то, говорит. Ну, вот, оказалось, на самом деле, это устройство самое у нас трудоемкое. Да. 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 Появление идеи, что надо что-то сделать, чтобы количество благ стало больше. До разработки нужной структуры ушло восемь лет. Потому что только со временем пришло понимание, что благо и время не раздельны. Потому что для того, чтобы что-то получить, человек тратит свое время. А тратит он время жизни. Да. А это тот ресурс, который, в общем-то говоря, самый бесценный. Да. Эта ресурса есть непрятствующая. Да. То есть если вы на что-то потратили свое время жизни, то на что-то другое вы уже потратить не можете. Да. И тут возникает вопрос оценки. Сколько я стою? Сколько стоит один час моей жизни? Ведь говорят, тут нельзя людей убивать, потому что это вот совсем нехорошо. Да. Да. Существует, что не хорошо умирать. Умирать его время жизни, оказывается, можно. Да. Существует время жизни, значит, и все платы. Да. Темпы это ресурс, что это не так. Но некоторые сами добровольно идут на это и говорят, так поэтому и говорят, что время жизни можно убить. Умирь止 время жизни. Можно потерять время жизни. Умирь止 время жизни. Мы потерять время жизни. Мы потерять время жизни. Даже есть российский детский сказка «Потерянная временя», это называется. Это, в России, о повестке о том, что время, с точки зрения теории физических структур, не однамерно. Если мы смотрим на время, с точки зрения теории физических структур, то, в России, это не на уровне динамики, это мультидименционально. Мы все, на самом деле, это ощущаем, что время не однамерно. Но, в факт, мы все участвуем в каких-то событиях. Правильно? Но мы знаем, что из одного события, может родиться много каких-то других. То есть, причина одна, а следствий может быть много. Или вот, например, когда множество есть каких-то причин, но все они приводят к одному следствию. Если бы время было однамерно, то все бы события следовали четко одно за другим. Если время было однамерно, то время не однамерно. Поэтому мы говорим, что мы живем в поле событий. Ясно, что мы живем в троим в кинку, где живем в отдельном элементе. Поэтому можно говорить, что время все-таки не однамерно. Если это поле, значит, оно это уже, как минимум, плоскость. Потому что время для нас, на самом деле, это что-то такое, что меняется все время. Было-стало, было-стало. Если ничего не меняется, значит, время не двигается. Поэтому мы можем говорить, что есть некоторое поле событий у каждого человека. Есть некоторое времяное поле. Человек, как бы вот, у него есть граница событий, которые он участвует. И он имеет определенные границы, которые он участвует, в которых он участвует. На самом деле, что он участвует сам себе. На самом деле, что он, в частности, стабильет эти границы. Но величина этих границ, на самом деле, зависит от такой структуры, которая называется конус событий. Но, в частности, это, что есть еще третья координата. Но, в теории физических структур, как раз, оперирует ни одной координатой, а не структурой. И, в теории физических структур, не с одной координатой, но с одной координатой, но с одной координатой. То есть, в теории физических структуры предупреждает, что существует больше координатой координатой. Не будем дальше говорить, что есть теория. Да, не будем идти очень много в теории. Но если мы возьмем человек, который поднимет вот этот IC. Но если мы будем уйти, мы будем уйти и уйти, мы будем уйти, по этой акса, и еще больше. То есть, в теории, что существует может расшириться. И, в теории, этот кант, который будет уйти, будет уйти, будет уйти. И, в теории, появится область, в которой еще никогда не будет уйти. Не делал. У него появляется возможность выйти за пределы вот той границы, которую он сам себе поставил. Вот как раз карта блага позволяет человека смещать вот по вот этой IC. То есть, этот кант блага дает возможность уйти, по этой координатой. Расширяя возможности его взаимодействия со временем. И, в таком случае, мы можем уйти интеракционы наше время. То есть, что такое поток блага? Через что мы получаем блага? Мы получаем через связи какие-то. Мы создаем какие-то связи и по ним, к нам, вот. Мы создаем какие-то связи и по ним, к нам, вот. Поэтому появляется возможность строить новые связи, которых еще не было. Будет человек их строить или не будет, это зависит от самого человека. Но карта блага дает ему такую возможность. То есть, происходит оптимизация затрат времени человека на построение таких связей. То есть, происходит, практика, оптимизация темпы, по которому человеку, мы, о челтуем, для того, чтобы получить бюджетность наше время. То есть, грубо говоря, меньше работать и больше получать. То есть, он говорит, что, если мы говорим, мы работаем и мы получаем больше, мы получаем. То есть, мы получаем эффективность. Вот такую фразу написали. Открывает космические коды изобилия. Да. Дело в том, что мир, на самом деле, безграничен по количеству благ, которые в нем есть. Но, в самом деле, умение, есть инфинитом, на самом деле, по количеству блага существует. Все ограничения указывает сам человек. То есть, умения, 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 умения. Один изобилия, умения, умения и умения. Он может получать более точную информацию из разных источников. И может эту информацию использовать для получения главы. А вот то, что карточки эти разные, мы говорим, это как раз, что значит разный масштаб? Ну, один человек, допустим, участвует в построении связи, которое у него, вот, называется работа. Ну, он даемный работник, и, в свое время жизни продает, вот, за какую-то зарплату. А другой, у него уже, допустим, он какой-то крупный менеджер компании, или руководитель компании. А как? Это, по-твоему, менеджер больше, а у него, или даже, и, соответственно, поле событий у него гораздо больше. Эвидент, если к черту де инфуенса, с черту де эвенементе, есть мут май май май, мут май маска. И, соответственно, приращение ему надо делать больше, чтобы он почувствовал какие-то изменения. Эвидент, часто акция требует софия мут май май нал, как терену софия мут май май май, и каил сапата с аркорды, кым будет эвенементе, и, в этом, срепо контролачи струна. Каждая карточка дает следуючая ступень, это увеличение масштаба в пять раз. На каждой карточке одает увеличение масштаба в пять раз. Каждая карточка дает определенение масштаба в пять раз. Это карта silver, карта gold, platину, и бриллиант. Ну, да, и есть такая бриллиант. Но кроме этого, есть еще такая штука, называется ключи, карточка МВАК. Есть тоже такие карточки, но в которых написано ключ. Через внешней картине такая скрия КВАК. Там другая структура. А как у меня это структура? Дело в том, что расширение поля событий, это как увеличение диаметра трубы, по которому идут блага к вам. То есть как нечий поток, который к вам идет, вы строите связи, чтобы с ним взаимодействие. Да. Кроме диаметра можно увеличивать скорость потока. Да, нафаре диаметра, мы можем уменьшить и битеза этого функции. Тогда использование ключей дает как раз возможность, через обратную связь, получить увеличение интенсивности потока блоков. Да. Получение этих ключей дает возможность, чтобы мы уменьшим интенсивность и битеза применения этих ключей. Ну вот, на графике как раз мы видим здесь. Это достаточно условный график, но как иллюстрация. Есть графики, которые иллюстрают, как функционируют эти ключи. Вот тут самая нижняя кривая, это применение карточки блок. Да. То есть, первая линия албастра есть полосырия карточки блок. Вот эта фиолетовая линия, это первый ключ дает. Линия виолетая есть икея номер 1. Можно и второй ключ потом приобрести, но еще больше, да. Потом третий, так далее. То есть, постепенно наращивать. Но не значит, что все так просто. Если человек резко увеличивает масштаб, он попадает в зону, где он еще не умеет строить связь. Ему надо учиться. Там какие-то свои законы, отношения другие. Поэтому человек может потихонечку двигаться не так резко. Поэтому цена этих карточек тоже существенно повышается от уровня к уровню. Поэтому если человек видит, что какой-то уровень очень много стоит для него, и он не может себе его позволить. Ну, значит, ему пока еще рано выходить на этот уровень, надо работать. Потому что для него есть время для него. Да. То есть, для него можно работать, допустим, через ключи. Да. Можно работать, допустим, через ключи. Да. Это усиление взаимочувствования людей. Потому что эти карточки тоже увеличивают светимость человека. только немножко как бы в другом роде. А говорят, любовь – это свет. О каком свете речь идет? О каком свете речь идет? Свет этих лампочек? Наверное, нет, да? Речь как раз идет о свете, который идет от человека, от другого человека. Изменение характеристик мерностных этого света дает как раз усиление возможности чувствовать другого человека. Оферы, он умеет посидентрять от семцы и алтон. То есть, крешт, я часто не видел от семцы и алтон. Не что-то от него все время требовать. Остановись, а ну-ка, чувак делает тот типу череп. А еще и подумать, может быть, я и сам что-то могу человеку помочь? Да. Сотягаиндешт, ничем сотягаиндешт апатий ел себе офер чего-то, а потом сила жутку чего-то. Каком остался шастин ты употреблась? Ведь благо можно не только получать, но еще и делиться ими. Да. А это даже более увлекательно, чем просто получать. Те, кто пробовал это делать неформально, они это знают. А те, кто пытался это делать неформально, они это знают. Смотрите, как приятно делать подарки людям. Но подарки-то можно делать не только чисто материальные. Можно, например, подарить человеку хорошее настроение. Подсветить его своим светом. Чтобы ему стало легче на этом свете жизни. Вы с Феей Малышос отреаскиваете часто у меня. Поэтому применение карточек блага это еще и возможность улучшить не только свое благосостояние, но и благосостояние окружающих людей. Потому что происходит усиление взаимодействия. Увеличивается кооперация. Ну и, соответственно, тоже растет удачливость в делах. Потому что, опять же, мы говорим удача или успех. Это успел попасть в нужное время, в нужное место. Это успех. А там тебя никто не ждет. И оттуда тебе говорят, ну-ка, давай-ка, давай-ка отсюда. А человек начинает обижаться, а как же так? Я такой хороший, а ко мне неправильно относятся. Просто, может быть, надо посмотреть, а, может быть, тебе куда-то надо в другое место. Ну и карточка блага, она позволяет по-другому взглянуть на отношения с другими людьми. И найти что-нибудь интересненькое в другом месте. Что-то начинает потихонечку улучшаться, и люди быстро к этому привыкают. Но только вышел на остановку и троллейбус сразу подъезжает. И только подумал про человека, а он уже идет тебе навстречу. Поэтому вот к таким вещам человек быстро привыкает и считает, что так и должно быть. И его спрашиваешь когда, ну как тебе с карточкой? Да, никак. Правда у меня один знакомый, он говорит, я твою карточку не беру, не ношу все время. Я говорю, почему? Он говорит, боюсь привыкнуть. Я говорю, я беру, когда надо что-то, очень много каких-то дел быстро сделать. Ну и тогда быстренько у меня все получилось. А вот одна женщина из Владивостока. Она у нас приобрела карточку. И мы с ней потом встретились где-то только через год. Ну я спрашиваю, ну как? Сработало? Она говорит, да. Ну я говорю, а что да? У меня говорит, через два месяца уволили с работы. Я говорю, но столько такой был шок, говорит. Я, говорит, всегда считал, что я сама этим процессом управляю. А тут, говорит, начальник вызвал, пиши заявление. Ну я, говорит, тут осталась, когда без ничего и стала, и решила посмотреть, что тут вокруг делается еще. А тут ей вдруг компьютер подарили на день рождения. И вдруг обнаружил, что есть такая деятельность как консалтинг. Ну я как-то начала ее заниматься, и сейчас тут один из крупнейших на Дальнем Востоке специалистов по консалтингу. Ну, соответственно, зарабатывает гораздо больше чем на той работе. И нравится эта работа гораздо больше. И она говорит, я бы, конечно, с собой никогда не ушла бы. Я думаю, что, я думаю, что только один из них никогда не ушла бы. Так что пока мы говорим. Да, может быть. Да. 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 Да.